Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Это не то видео, которое я планировал сегодня выпустить, но оно с ним немного связано, поэтому воспринимайте его как анонс. Сегодня 28 октября 2020 года, давайте конкретизируем то, что происходит прямо сейчас на рынках. Как мы видим, не только на фондовом рынке, но и на остальных рынках люди начинают паниковать. Почему? Потому что Европа снова начинает закрываться. Вся эта история с известной заразой снова начинает задевать людей и правительство опять начинает закрывать свои страны. Кстати говоря, меня эта история тоже успела задеть, но это не важно. Франция, например, раздумывает над месячным национальным локдауном, Германия и Италия тоже. Сегодня они сделают официальные заявления насчет этого. Прямо сейчас фондовый рынок готов к падению после открытия торгов. Фьючерсы тоже нацелены на достаточно большое падение. Почему же это происходит? Рынки сейчас, похоже, верят в то, что независимо от того, кто выиграет президентскую гонку в США, стране все равно придется последовать за европейскими коллегами и тоже отправиться на локдаун. Распродажа на рынках началась еще в понедельник, когда глава администрации Белого дома Марк Медоуз сказал, что они больше не контролируют пандемию. В этом есть доля правды. На самом деле не имеет никакого смысла обсуждать то, как каждый из нас к этому относится, а важнее всего видеть большую картину. Рынкам это не понравилось. Рынки хотят слышать хорошие новости, что этот вирус под контролем, что у нас есть чудесные лекарства, что существует утопическая вакцина. И некоторые люди продвигают такой нарратив. То, что видят рынки сейчас, это повторный шатдаун, который снова начинается в мире, в частности в Европе. Грегори Моннарино, например, говорит о том, что люди по соседству с ним снова начинают штурмовать супермаркеты. Люди боятся, а страх это очень могучий инструмент, и он влияет на фондовый рынок прямо сейчас. И я думаю, чем ближе к выборам, тем большую волатильность на рынках мы будем наблюдать. Напомню, что в эту формулу добавляется и то, что Европа снова закрывается. Хочу также освежить вашу память и сказать, что в прошлый раз, когда это случилось, США последовали за Европой с отставанием в несколько недель. А мы, в свою очередь, последовали за Соединенными Штатами с еще большим отставанием. Теперь похоже, что рынки верят, что независимо от того, кто победит, Трамп или Байден, у него просто не будет выбора. Ему придется следовать европейскому примеру. Если Байден выиграет, скорее всего, США точно получат новый шатдаун. По крайней мере, в этом убежден Грегори Монорино. Нам придется научиться жить в таких условиях, но пока что, судя по всему, мы абсолютно ничего не контролируем, и реакция рынка это подтверждает. Но я хочу сказать вам, если вы трейдер, если вы инвестор и находитесь в каком-либо из рынков, хватит паниковать. Тем более, что мы с вами это уже проходили. Расслабьтесь, если вы будете паниковать, вы наделаете ошибок и потеряете свои деньги. Вы должны были извлечь урок из весенних локдаунов. Никогда не играйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять. Я хочу показать вам отрывок из этого видео Грегори Монорино, в котором он говорит, что эта распродажа была запланированной. Похоже на запланированную распродажу. Криптовалюту сейчас распродают. Золото и серебро тоже находятся под давлением. Сырая нефть будто бы проходит децимацию и упала на 5%. Это заденет рынки энергетики, рынки финансов, которые потащат за собой вообще все рынки. Вот почему фондовые фьючерсы падают, а доллар в это время становится сильнее. Кстати, ребята, насчет доллара. Пару дней назад мы видели, как BlackRock шортил доллар за азиатские валюты. Мы видели, как Морган Стэнли продавал доллар. Доллар начал укрепляться после таких новостей. Вот, кстати, пример манипуляции от больших финансовых компаний. Между прочим, BlackRock это инвест-компания, которая управляет активами на сумму почти 170 миллиардов долларов на 2019 год. Завтра я выпущу большое видео, посвященное манипуляциям на рынках, в том числе и биткоина, эфириума, XRP и так далее. Поэтому не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить его. В нем еще и розыгрыш будет. Но опять же, нужно уже привыкнуть, что мы сейчас живем в таком лживом окружении, где одни манипуляции и махинации. Но что же будет дальше? Скорее всего, Федеральная резервная система США продолжит вынужденно раздавать долг дальше. Это будет параболический рост долгового пузыря. Проект цифровой доллар тоже будет в разработке. Если Европа закрывается, то Соединенные Штаты последуют за ней, независимо от того, кто станет президентом. А мы, скорее всего, последуем за Соединенными Штатами, как это было весной этого года. Я хочу сказать, что это потенциальная новая возможность для нас, поэтому не паникуйте. Приготовьтесь. Если вы приготовитесь, вы приумножитесь. Если вы паникуете, вы потеряете. Это простая формула. Две вещи, которые я хочу сказать напоследок. Скорее всего, эти шадауны не просто так. Учитывая скорый запуск цифродоллара, приходит на ум только одно. Для полного контроля денежных масс им нужно сделать так, чтобы у людей осталось как можно меньше наличных денег и как можно больше цифровых. Скорее всего, мы увидим какие-то системы стимулирования, чтобы люди сами побежали менять наличные деньги на цифровые. И скорее всего, это будет не только в Соединенных Штатах, учитывая то, что Центральный Банк Российской Федерации, например, уж очень часто и активно упоминает цифровой рубль. И второе. Рынки сейчас слишком сильно реагируют на новости о потенциальном закрытии Европы. Как по мне, это сверхреакция. Но это не означает, что вы не должны быть готовы к любым событиям. Лично я использовал возможности в марте-апреле в начале года, насколько это было в моих силах. И теперь я готов использовать новые возможности из той ситуации, в которую мы сейчас попадаем. На этом всё. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok